Доброе утро, уважаемые радиослушатели, извиняюсь, заговорила в самом начале. Тем не менее, доброе утро, доброе рабочее утро. Обсуждаем мы сегодня тему, анонсирую сразу брак и развод. Семейный вопрос у нас сегодня в прямом эфире. У меня в гостях в студии Алла Еминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Алла, привет. Здравствуйте. И сразу проанонсирую телефон, назову телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать ваш вопрос, комментарий, рассказать ситуацию. Также можно написать на сайт finam.fm, на страничку программы «Формула права». И тема сегодня – брак и развод. На самом деле, тема охватывает практически весь семейный кодекс. Вроде у нас всего ничего в названии, а тем, которые включаются в это, и вопросов, которые включаются, в то, о чем мы сегодня говорим, их очень много. Потому что, наверное, по большому счету, к юристам обращаются не в тот момент, когда брак заключают, как правило. Хотя, к сожалению. К сожалению, я думаю. Не с точки зрения, естественно, каких-то человеческих факторов, а именно с точки зрения правовых. Потому что сразу вспоминаю такую конструкцию правовую, как брачный договор, который очень маленькое распространение все-таки получил пока что в Российской Федерации. Кстати, сейчас хочу рассказать нашим слушателям Алтой. Я думаю, ты не против будешь. Почему? Потому что, раз уж мы заговорили о заключении брака, брачный договор начинает, его можно и раньше до брака заключить, но он в свое действие вступает в тот момент, когда уже регистрируется брак. Так вот, брачный договор, это тот же самый договор, который можно оспорить по тем же самым основаниям, как и любой другой договор, например, дарение, купли-продажи, все что угодно. Но у него есть одно дополнение к основаниям для оспаривания. Это дополнение уже не из Гражданского кодекса, а из Семейного непосредственно кодекса. И говорит Семейный кодекс о том, что брачный договор можно оспорить по требованию одного из супругов в случае, если он существенно нарушает имущественные права одного из них. Да, вот дальше не расписано, что значит существенно нарушает, и судебная практика весьма разнообразна, и в связи с этим, на мой взгляд, все-таки, при том, что я иногда своим доверителям рекомендую заключить брачный договор, но он не всегда может поставить все точки над «и» сразу, потому что вдруг по какой-то причине впоследствии один из супругов может иногда весьма успешно этот договор оспорить. Я бы хотела немножко добавить, что по большому счету, так как классический пример брачного договора, который ущемляет права другого супруга, это суть договора «все мое-мое и твое-мое». Ну, все, что приобретается в браке, все, что имеется у семьи, записывается, или в будущем, кстати, появится, в случае расторжения брака остается за одним из супругов, за другим не остается ничего, вот такой договор, в принципе, не имеет права на жизнь, хотя я как юрист не согласна. Если супруги, извините, дееспособны, это их право подписать все, что угодно и заключить в любой абсолютно форме такого рода договор. Безусловно, 421-я статья Гражданского кодекса предусматривает свободу договора, и потом люди, которые вступают в брак и заключают этот договор, они, как правило, бывают совершеннолетние и дееспособные, поэтому они могут как-то осмыслить и предугадать те положения договора, которые они заключили и подписали. Поэтому, ну, тем не менее, практика судебная идет не по этому пути, и, безусловно, если на одного супруга будет записано все имущество, которое было, есть и будет, то, безусловно, это основание для того, чтобы этот договор был расторгнут впоследствии, потому что он существенно ущемляет права другого супруга. Ну, я, кстати, хотела сказать еще одну вещь. Далеко не обязательно все иметь такую критическую форму. Все мне, а тебе ничего. Иногда бывает, что одному просто большой объем имущества, другому меньше объем имущества. В суде ставится вопрос о том, что он ущемляет имущественные права. Ну, и теоретически может случиться так, что суд примет сторону оспаривающего договор супруга. Но я хочу сказать, что бывает и другая ситуация, когда семьи, особенно в случае необходимости получения кредита, потому что разные банки выдвигают разные требования к семье. Где-то это созаемщик, супруг становится, где-то поручитель. И нередко банки требуют заключения брачного договора. Особенно это касается ипотечных кредитов, когда речь идет о приобретении какого-то крупного имущества, в частности, недвижимого. И вот в этой ситуации очень часто семьи заключают брачный договор. В общем и целом, особо несмотря на то, что там написано. Не задумываясь, они берут типовую форму, которую им дают в банке, и по типовой форме они заключают этот брачный договор. И понимают, что они заключили, только уже в конечном итоге, когда начинаются какие-то споры, проблемы, и когда брак на грани того, чтобы... Это финансовые споры возникают и делишь имущество. Безусловно, когда брак собирается прекратиться. Ну вот я, кстати, хотела нашим слушателям по этому поводу сказать, что несмотря на то, что мы начали с того, что брачный договор нередко можно оспорить по дополнительному основанию, который предоставляет семейный кодекс, и что в целом мое субъективное мнение, что это не всегда, я не говорю никогда, но не всегда может быть надежным договором, но тем не менее, бывают ситуации, когда заключен брачный договор, заключен был совершенно для других целей, не для того, чтобы устаканить имущество, которое появляется в семье, но в итоге его как раз не получается оспорить, потому что все-таки не любой брачный договор можно оспорить, это раз, а во-вторых, никогда нельзя заранее сказать за суд, какое в конкретной ситуации он в будущем примет решение. Не, но будем уж так говорить, что брачные договоры, они не все, конечно, оспариваются, и, во-первых, и споры по брачным договорам далеко не всегда, и те споры, которые возникают по брачным договорам, безусловно, конечно, это невысокий процент от этих брачных договоров, они признаются судом в части или целиком недействительным, поэтому, в принципе, я считаю, что брачный договор, в общем, это выход для того, чтобы имеет право на жизнь и, в общем, существенно помогает при разделе имущества, которое, в общем, происходит при прекращении брака. А вот, Алла, у меня вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, мы сегодня обсуждаем брак и развод, но развод — это у нас такое бытовое слово, но, тем не менее, расторжение брака — это, если мы говорим юридическим языком, но, тем не менее, с вопросами расторжения брака возникают масса и других вопросов тоже из области семейного права, которые нередко даже в одном судебном процессе рассматриваются. Что, как правило, связано с расторжением брака? С расторжением брака связаны, прежде всего, раздел имущества, потому что в период брака приобретается какое-то имущество, и при его прекращении, естественно, супруги бывшие хотят, чтобы имущество было между ними каким-то образом распределено. И далее это... В браке рождаются дети. Как это не банально звучит, но, тем не менее, поэтому дети при расторжении брака можно заявлять иск о взыскании алимента с того супруга, который будет раздельно проживать от ребенка. Далее это... Можно устанавливать порядок общения с ребенком того супруга, который будет раздельно проживать, и можно устанавливать в твердой денежной сумме алименты на нетрудоспособного супруга или супруга, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Я бы еще добавила здесь еще определение места жительства ребенка, с кем из родителей он будет проживать, потому что далеко не всегда супруги, когда физически разъезжаются по разным местам жительства, не просто расторгают брак, далеко не всегда они могут договориться миром, с кем же будет жить ребенок. Кстати, а вот у тебя были дела, когда мужчину в этой ситуации защищали? Бывали такие ситуации, но, к сожалению, я не могу сказать, что достаточно распространенная практика судебная бывает в плане того, что детей обычно, как правило, определяют их место жительства с матерью. Но если мать не алкоголичка, если мать не наркоманка, если мать достаточно образом выполняет свои обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, то, как правило, все-таки суды имеют такую практику, оставляя ребенка проживать вместе с матерью, определяет место жительства ребенка вместе с матерью. Хотя, в общем, это не всегда бывает правильно, но, тем не менее, на мой взгляд, я считаю, что если действительно мать выполняет все обязанности по содержанию и воспитанию ребенка, то, конечно, на мой взгляд, целесообразно в интересах ребенка оставлять ребенка, конечно, проживать с матерью. Ты это как мать говоришь, скажи, пожалуйста, или как адвокат? Я это говорю и как мать, и как адвокат, потому что я все-таки полагаю, что роль женщины в воспитании детей достаточно значительная, и потому лишать ребенка возможности проживать вместе с матерью, я считаю, что это негуманно и неправильно, на мой взгляд. Я могу ошибаться. А я немножко поспорю. Нет, на самом деле, мне кажется, здесь истины нет абсолютно. Я полностью с тобой согласна, и тоже нашим слушателям хотела сказать, что такая практика существует, действительно, когда чаще всего все-таки оставляют ребенка с матерями, а они передают отцам для постоянного проживания. Но у этого есть подоплека, которая не связана с тем, что ты сейчас дальше сказал, что именно мама должна быть главенствующей воспитательницей ребенка, особенно если речь идет о маленьких детях. Это чаще всего связано с другим, что мужчины в семье больше дома отсутствуют, в связи с тем, что он больше времени проводит на работе, зарабатывая, допустим, опять же, на обеспечение материальной семьи. И что у нас получается? У нас получается, что кто вводит ребенка, допустим, в детский садик? Да, мама? Ну, потому что она либо дома, либо у нее работа изначально такая, которая позволяет это делать, забирает из садика, вводит к врачам, вводит в какие-то кружки, ну, в зависимости от возраста, да, ходит там с ним гулять и выполняет все остальные функции. Почему? Потому что мама даже когда ищет, особенно с маленьким ребенком, если она решила выйти на работу, то она будет искать такую работу, при которой она сможет больше быть дома и сможет отпрашиваться и так далее. То, чего не делают папы. Да, больше времени уделять своему ребенку. Но это как бы практика в семье, да, принятая. И, соответственно, когда в суде начинает рассматриваться дело, и судья спрашивает, почему вот папа хочет, чтобы ребенок с ним жил, и спрашивает, а кто что делал в семье, сколько времени папа проводил, какой у него график, какой у него режим работы. Выясняет, что он выходит из дома в 8 утра, приходит домой в 10 вечера. Я условно говорю, потому что все время пропадать на работе, чтобы заработать на семье и на того же ребенка. Я сейчас прервусь, потому что мы обязательно должны будем выслушать новости. Нашим слушателям, я напоминаю, телефон студии 65 10 99 6. Вы можете позвонить, ну, а мы вернемся в эфир через 2 минуты. Итак, я напомню, что обсуждаем мы сегодня тему брак и развод. Телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495. Также можно ваш вопрос, комментарий или ситуацию рассказать и написать ее на сайте финам.фм на страничке программы «Формула права». У меня в гостях Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. И вот до новостей мы обсуждали вопрос, а почему суды передают чаще всего для проживания несовершеннолетних детей матерям. Вот как раз я говорила о том, что достаточно часто сам уклад семьи, изначально подразумевает, что мать больше времени уделяет ребенку не потому, что там правильно, это неправильно, мы сейчас не обсуждаем вопрос правильности, а потому что отец работает, мама сидит с ребенком. Или мама ищет специально такую работу, которая позволяет ей чаще быть дома и больше сидеть с ребенком. Может быть, именно в связи с этой ситуацией, когда приходит папа, его спрашивают, ну, а как вы собираетесь жить с ребенком, если вы 12 часов отсутствуете дома? Он же должен какой-то механизм показать, каким образом он собирается действительно осуществлять воспитание ребенка, с ним находиться. А судья должен, по идее, взвесить, вот как он будет жить у мамы, этот ребенок, а как он будет жить у папы. И что лучше для ребенка в этой ситуации? Алла, не согласна со мной? Нет, ну, безусловно, конечно, я согласна, потому что разные мамы бывают, разные папы бывают. Мы не говорим об антисоциальных элементах сейчас, да? Нет, мы не говорим, да, мы говорим только о нормальных, добропорядочных родителях, которые, в общем-то, заводят детей для того, чтобы их вырастить, воспитать и выпустить в нормальную жизнь. Но, тем не менее, я не знаю, для того, чтобы оценить, как мужчины относятся к детям, мне надо влезть в шкуру мужчины, чего я реально сделать не могу. Поэтому я со своей точки зрения, вот, со своего отношения к своим детям, я могу сказать, что мне кажется, на мой взгляд, все-таки мама ребенку может вот чисто, ну, хотя бы даже с бытовой точки зрения, она, конечно, может ребенку дать гораздо больше, чем папа. Потому что, действительно, папы работают, папы бывают дома реже, и в основном по маленькому, особенно по уходу за маленьким ребенком, основная нагрузка все-таки, тем не менее, падает в основном на мать. А я вот слышала сейчас, мне, кстати, не говоря о юридической стороне, хотя мы обсуждаем сегодня юридическую сторону, но, тем не менее, о том, что сейчас на работах отпуска по уходу за детьми, и в том числе за маленькими берут уже гораздо чаще папы, чем это было раньше. Конечно, не намного, не больше, чем мамы, но, тем не менее, процент таких пап, которые остаются сидеть с детьми, вырастает. Вот в такой ситуации. А если их станет много, а если это семья, в которой папа сидит с ребенком все время, а мама работает, вот как-то повернешь тут свое сознание, или все равно мама должна? Ну, я не знаю, я еще раз говорю, что я со своей точки зрения рассматриваю просто то, что я вот, я воспитала ребенка и сына, и то, что я делала, и то, что, ну, сколько труда я в это вкладывала, и сколько времени я этому посвящала, я полагаю, что все-таки, ну, нормальная мать, в общем, не меньше будет делать для своего ребенка, чем делала это я. И поэтому я все-таки считаю, что на сегодняшний день, конечно, безусловно, есть, ну, немножко меняется отношение, ну, даже не то, что отношение к детям. То есть с ребенком тот, кто меньше зарабатывает в данный конкретный момент? Ну, безусловно, один работает, потому что жизнь сейчас тяжелая, сейчас работа, и, в общем, достаточно тяжело, и не все могут заработать, и поэтому, естественно, в зависимости от того, кто больше зарабатывает, он работает, а кто меньше зарабатывает, и у кого больше свободного времени, естественно, сидит с ребенком. То есть, может быть, через какое-то время мое мнение поменяется, но на сегодняшний день я придерживаюсь того мнения, которое я озвучила, и полагаю, что все-таки с мамой детям будет комфортнее. Тем более, что когда что-то случается, почему-то все кричат, ой, мамочки, а не ой, папочки. Ну, я не знаю, может быть, через какое-то время будут кричать, ой, папочки. Я поняла твою позицию. Алла, напомню, телефон студии 651099, и 6, код Москвы 495. Напоминаю, что обсуждаем мы сегодня тему брак и развода. Начали говорить о том, какие вопросы вместе с расторжением брака нередко поднимаются. Но не обязательно в суде. Кстати, мы поговорим о том, каким образом можно добровольно, во вне судебном порядке, решить все эти вопросы, если стороны, в принципе, изначально к этому готовы. Но, соответственно, мы сейчас поговорили об определении места жительства ребенка, если у нас родители собираются или уже физически проживают в разных местах. Если мы, предположим, определились тем, где проживает ребенок. Соответственно, он живет с одним из родителей, другой проживает отдельно. Далеко не всегда родители между собой могут договориться, как они будут встречаться. И юридически это звучит так, что реализовывают свои права родители. В том числе. Хотя в некоторых отношениях, я бы сказала, что и обязанности тоже по воспитанию, например. Потому что обязанности по содержанию можно реализовать алиментами. Выплачивая деньги и пожалуйста. Но зачастую бывают эти алименты, которые можно по суду получить, они настолько бывают мизерные, что для содержания ребенка они совершенно недостаточны. Потому что, как мы знаем, у нас не все получают белую зарплату. Это бывает еще и кто-то получает небольшую белую, и остальную часть они получают черной зарплатой. Поэтому, когда алименты взыскиваются, они взыскиваются, как правило, в процентах. На одного ребенка 25% от зарплаты или 33 на двух детей от заработной платы. Ну и больше трех детей, это не более 50% от заработной платы. Но тем не менее, если учесть, что у нас не всегда бывает у всех заработная плата белая, то получается от этой белой заработной платы, которая мизерна у многих достаточно на сегодняшний день, эти алименты, они получаются, в общем, достаточно смешные. Потому что иногда бывает, что 3-4-5 тысяч на ребенка, в общем, я так полагаю, что эти деньги для того, чтобы содержать, прокормить, образовать и одеть ребенка и заплатить за него какие-то детские дошкольные учреждения. Тем более, что сейчас я слышала, что стоимость детских садов только увеличивается в 5 раз. Поэтому мне кажется, что эти алиментные обязанности, которые предусмотрены нашими законодательными актами, в частности, Семейным кодексом, они, на мой взгляд, не сильно продуманы, потому что те алименты, которые дети получают со своих родителей, иной раз просто на эти алименты даже нельзя ребенка накормить в месяц. Я, кстати, здесь хотела бы нашим слушателям вообще такой момент разъяснить. Дело в том, что алименты по общему правилу назначаются в процентах, вот как Алла сейчас сказала, от заработной платы. Но в некоторых ситуациях, перечисленных в законе, алименты могут быть назначены в твердой денежной сумме. И в частности, это ситуация, когда у супруга, точнее у родителя, тут не важно, были ли они вообще в браке или не были, кстати, у родителя либо нет вообще дохода, либо доход имеет неравномерный, непостоянный характер. И сейчас идет такая практика, не могу сказать, что везде, но такие решения уже я и видела, и неоднократно. Когда? Если родитель достаточно обеспеченный, то есть обладает какими-то материальными благами, скажем так, автомобилем, может быть, хорошей престижной марки, загородным домом и так далее, да, вот какие-то такого рода показатели, но при этом его физический доход, фактически, который он, точнее, подтверждает документами, составляет какую-то мизерную сумму. И, соответственно, этот человек настаивает на том, что он должен платить элементы в процентах от этой мизерной суммы, то есть мизерные элементы, но поднимая в суде, если этот вопрос вообще в суде рассматривается, поднимая в суде документы о том имуществе, которое, и о том образе жизни, кстати, например, поездки за границу там три раза в год, к примеру, на разные курорты и так далее, которые ведет этот человек, можно доказать в суде, что человек имеет неравномерный, непостоянный доход, что сегодня он представляет справку, что зарабатывает там условно 10 тысяч рублей, а на самом деле его доход, вероятно, значительно выше, потому что на 10 тысяч рублей он не может ни машину эту купить, ни в кредит даже, ни съездить на какой-нибудь остров замечательный и так далее. Не приобрести ни дома, заводы и пароходы. То есть вот в этой ситуации, когда мы видим, что у человека есть определенный уровень благосостояния, он показывает очень низкий уровень доходов, можно говорить о том, что у него, значит, доход непостоянный, неравномерный и требовать назначения в твердой денежной сумме. А говоря о твердой денежной сумме, мы можем действительно рассматривать уже уровень доходов родителя и уровень его жизни в данной ситуации, его имущественное положение, потому что, ну, по-хорошему, я, наверное, не как адвокат, а не как ведущая, тем более, а просто как человек, занимаю такую человеческую позицию, что такие вопросы вообще в суд не должны попадать, на мой взгляд. Если есть ребенок, то он должен содержаться родителем и в интересах ребенка. Но иногда, например, мне клиенты задают такой вопрос, «А могу ли я с жены потребовать отчет, на что она потратила эти деньги?» Кстати, это задают люди, которые имеют большие официальные зарплаты и платят весьма значительные алименты на ребенка. А, собственно, она говорит, тратит все на себя. Вот на себя тратит. Ну, на ребенка же она тоже тратит, ребенка одет, обут, там ходит на всякие курсы и прочее. Но вот тут вопрос личностных отношений. Алла, а вот можно потребовать отчеты или нет, как считаешь? Ну, я полагаю, на самом деле, что если действительно установлены какие-то факты того, что жена тратит... А как ты их установишь? Она зарабатывает там 100 рублей, грубо говоря? Нет, ну, нет, ну, может родитель встретиться, родитель, который платит алименты, он может встретиться со своим ребенком и увидеть, что ребенок там рваный, грязный, там... Ну, это крайний. Никуда не ходит, никакие кружки, никакие курсы не посещает. Безусловно, естественно, он может потребовать отчеты и может каким-то образом поспособствовать тому, чтобы те деньги, которые он выплачивает на ребенка, они действительно направлено были истрачены на этого ребенка. Вот. Но если с ребенком все в порядке, если ребенок одет, обут, счастлив, доволен, и у ребенка достаточно навыков и знаний, он посещает кружки какие-то, он посещает там дополнительные занятия, то, безусловно, я полагаю, что в этой ситуации такой вопрос ставить просто неправильно, потому что те деньги, которые человек, второй родитель платит в качестве алиментов, они идут на правильный, и ребенок, в принципе, имеет все то, что он мог бы иметь, если бы родители содержали, проживали совместно. То есть он никоим образом не ущемлен в том денежном отношении, в тех деньгах, которые перечисляются вторым родителем на его содержание. Я просто хочу сказать нашим слушателям, что вообще такую процедуру, например, как потребовать, вот где-то, это нигде не прописано. Это нигде не прописано, но я думаю, что другой родитель может потребовать отчет. Но я думаю, что это на самом деле процедура, она имеет право на жизнь, а почему нет? Если действительно установлено через органы опеки, если действительно установлено, что ребенок не дополучает того, что в принципе он должен получать, и что денежные средства... Ну, как ты установишь, одно дело, когда мы говорим о 10 тысячах рублей и тысячах рублей, на тысячу вообще нельзя прожить, на 10 хоть какую-то еду можно купить, ну, условно. На 10 можно покормить ребенка. А если человек платит 100 тысяч алиментов или 40 тысяч алиментов, ты же никогда не отследишь, сколько на ребенка потрачено из этих 40 тысяч. Потрачены все 40, потрачены 50, 100 или 80, еще больше, или потрачены 20, но он при этом хорошо накормлен, но у него все в порядке. А вещи просто куплены были в прошлом году. Ну, условно говоря. Ребенок, он растет, поэтому вещи в прошлом году купить невозможно, потому что ребенок из них просто вырастет и будут какие-то все равно приобретаться новые вещи. Но, тем не менее, я полагаю, что в случае, если ребенок действительно в порядке и действительно видно, что ребенок вообще получает все, что он может получить, то в такой ситуации, я думаю, что это бессмысленно ставить вопрос о том, чтобы предоставили отчет о том, куда расходуются денежные средства, которые перечисляются в качестве алиментов. Вот, если ребенок действительно видно, что с тех алиментов, которые перечисляются на ребенка, не получает того, что он должен был бы получить с этих денег, то в этой ситуации, я полагаю, что такой вопрос ставить правомерно, но, тем не менее, поскольку наше законодательство не предусматривает порядка... В суде только его можно поставить. Порядка. Алла, перебью тебя. Извиняюсь, мы должны обязательно выслушать новости. Две минуточки, и мы вернемся после этого сразу в эфир. Мы продолжаем обсуждать тему брак и развод. Телефон студии 6510-99-6, код Москвы-495. Вы можете позвонить, задать ваш вопрос, можете рассказать вашу ситуацию, поделиться вашим мнением. Также можно все это написать на сайте финам.фм на страничке программы «Формула права». Но у меня в гостях Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Обсуждаем вопросы, связанные... Ну вот, заключение брака у нас меньше было отведено времени, да, с тобой, потому что и вопросов меньше связанные с браком и разводом. Сейчас мы говорим всем тем, что очень часто с теми вопросами правовыми, которые сопутствуют именно расторжению брака, говорили о том, где остается проживать дети и как этот вопрос может быть разрешен в судебном порядке. Собственно, перешли на алименты и на то, можно ли потребовать отчет от бывшего супруга или от родителя. Кстати, в вопросах, связанных с детьми, совершенно неважно, состояли ли родители в браке. Ну, это так, ремарка такая, да, они могли в браке в принципе никогда не состоять, но, тем не менее, это не как ни видоизменяет их обязанности и права как родители по отношению к детям и наоборот. Ну, тем не менее, вот я считаю, что потребовать просто так отчета нельзя по нашему законодательству. Не должен другой родитель отчитываться за те деньги, которые перечисляются на ребенка. Законов таких нет, и никто это не регламентировал, и, безусловно, эти вопросы, конечно, они и поднимаются, и стоят, в общем, остро, потому что такие случаи бывают, но, тем не менее, я полагаю, что в судебном порядке, я думаю, что каким-то образом навести порядок, куда расходуются денежные средства, которые переходят супругу второму. привлечением органа опеки и попечительства сначала. Да, либо обратиться сначала в орган опеки, который, в общем, как-то повлияет на супруга, который получает алименты от второго супруга на содержание ребенка, чтобы эти алименты расходовались целенаправленно на содержание и воспитание ребенка. Ну, должны быть еще основания, чтобы обращаться, потому что... Безусловно, конечно. Сейчас мы все это обсуждаем, мало, а у меня в голове крутится одна мысль. Очень часто, и, собственно, я это наблюдаю в том числе и по некоторым своим доверителям, скажем так, и по той судебной практике, которая мне известна, очень часто детей используют именно те родители, которые между собой у них испортились отношения, и они чаще всего эти вопросы ставятся не до, естественно, и не после брака, а вместе с расторжением брака или в какой-то схожий период времени. И очень часто ребенка используют в качестве заложника имущественных интересов родителей. Да, то есть в ситуации, когда вот эти все вопросы, которые мы сейчас с тобой обсуждаем, ставятся, в первую очередь думают не о том, а каково ребенку вообще во всем этом, да, кого ему будет. Просто не думают про ребенка, а думают вообще, что ребенок это становится средством шантажа одного родителя другого, потому что, как правило, и судебной практики такой достаточно много, и, в общем, мы сами, я думаю, и ты, Настя, и я, в общем, участвовали в таких процессах, где ребенок становился фактически средством шантажа, потому что, ну, как правило, вот у меня почему-то это было со стороны мужчин, которые требовали какого-то максимального количества имущества, и предъявляли иски об определении места жительства ребенка с ним, для того, чтобы жена пошла на уступки и отдала там в как можно больше имущества мужчине. А у меня другая, например, история развивается, собственно говоря, и почему-то чаще в практике, когда наоборот, женщина, манипулируя ребенком, хочет получить больше имущества при расторжении. Я не спорю. Говорят о том, что я тебе его не дам тогда вообще видеться и так далее. И вот начинаются вот эти вот моменты, которые не связаны с тем, что родитель столь плохо, что ему нельзя встречаться с ребенком. Супруги не исходят из интересов ребенка, я бы сказала, а исходят из своих личных интересов. Я считаю, что это безобразие. И, на мой взгляд, просто чисто человечески надо как-то... Все мы люди, у всех у нас, как правило, дети, и надо все-таки прежде всего думать о интересах детей и дальше уже решать свои личные проблемы независимо и чтобы эти проблемы не касались интересов наших детей. Я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495. Можно позвонить, мы находимся в прямом эфире, задать вопрос по семейному праву, связанному с заключением расторжения брака. Это то, что мы обсуждаем сегодня. Ну, а, собственно говоря, вот еще такой момент, который мне хотелось бы обсудить. Мы частично его затронули сейчас, да, когда говорили о манипуляциях с детьми. Но не в интересах самих детей, а в интересах эмоциональных, нередко, кстати, даже интересах именно родителей, которые имеют между собой определенный конфликт, в результате чего расходятся. Порядок общения, когда ребенок проживает с одним родителем, соответственно, второй родитель хочет с ним видеться, а нередко ребенку ему не дают. Просто банально вообще не дают. Вот что думаешь насчет этой категории дел? Ну, что это? Тоже категория дел, которая, в принципе, то есть она у нас законодательно закреплена, безусловно, но, тем не менее, я считаю, что эта категория дел вообще не имеет права на жизнь, потому что я уже как сказала, что надо исходить из интересов ребенка, и ребенку нужно общение как мамы, так и папы. Поэтому, при том, что родители расходятся, это вовсе никоим образом не должно отражаться на интересах детей. Но, тем не менее, безусловно, такие ситуации бывают, их много, бывают личные какие-то обиды, личные амбиции между бывшими супругами. Безусловно, один из супругов пытается каким-то образом доставить максимальное неудобство второму супругу, и выливается это в то, что часто запрещается общение с ребенком или этому супругу. Ты говоришь, что не имеет права на жизнь, но запретили одному из родителей встречаться с ребенком. Что ему не идти в суд? Нет, нет, ну почему нет? Нет, ну, естественно, есть правовые механизмы, которые решают эти вопросы. То есть, вначале этот родитель может обратиться в органы опеки, и органы опеки, в принципе, должны вначале разобраться и каким-то образом урегулировать возникшую ситуацию. Вот, если органы опеки не в состоянии, не в состоянии уже эту ситуацию регулировать, то родитель вынужден, тот, который хочет общаться с ребенком и которому не дают ребенка для общения, безусловно, он вынужден обращаться в суд. И законодательно, семейным кодексом это закреплено, и оба родителя имеют право на общение с ребенком, и безусловно, в судебном порядке устанавливается порядок общения с ребенком. Более того, я хочу сказать, что это не только касается бывшего родителя, это касается дедушек и бабушек ребенка, которым тоже родители могут не давать, или один из родителей может запрещать общаться с ребенком. И все вот эти вопросы, они решаются в судебном порядке, ну, на мой взгляд, это уже просто безобразие и крайность этой ситуации, потому что все-таки взрослый человек, он может как-то все-таки подумать и решить, что и понять, что ребенку нужно общение всех его родственников и с папой, и с мамой, и с бабушками, и с дедушками. И по большому счету, я полагаю, что люди могут, если немножко подумают и как-то поймут, войдут. Ты сторонник разрешать всем миром, я, кстати, тоже сторонник, войдут в интересы своего ребенка, и я думаю, что они должны каким-то образом найти выход мирным путем. Но, тем не менее, поскольку мирные пути не всегда бывают конфликты. Тогда обращается в суд. Алла, напомню телефон нашим слушателям 6510-99-6 код Москвы-495. У нас Роман на связи. Роман, здравствуйте. Алло, Роман, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Добрый день. Внимательно, передачу, прям, что называется, врывы. У меня такая же ситуация сложилась. Развелся с женой, есть несовершеннолетний ребенок. А сколько лет? Восемь лет, да. В этом, в августе будет девять уже. Ситуация складывается такая, что по определению суда, по общению с ребенком, закралась такая фраза. По желанию ребенка я могу общаться в те дни, которые мне установлены. И оперируя вот этой фразой желание ребенка, моя бывшая жена, по моим звонкам, когда я прошу выдать мне ребенка для общения, она говорит, ребенок не хочет с тобой общаться. Понимаете? Роман, что делать в такой ситуации? От себя могу сказать, и, кстати, для всех наших слушателей тоже. Дело в том, что общее правило, сейчас немножко на секунду отвлекусь, поймете почему. По общему правилу, если мы две одни и те же стороны уже отсудились по какому-то вопросу, это называется по тому же предмету и основанию, второй раз нельзя. Но это не касается такой категории дел, которую мы обсуждаем с вами сейчас. И вы, в принципе, можете обратиться в суд за изменением порядка общения с ребенком. В котором, собственно говоря, именно и указать, что, ну, в том числе, как вы исполняли то решение суда, которое уже состоялось, в чем изменились обстоятельства с момента вынесения этого решения суда и вступления в законную силу, как раз именно в том, что вам супруга фактически не дает, хотя вы не имеете возможности даже услышать от ребенка, да, и вы действительно выявите его действительную волю. Никто не может этого услышать. Да, она вам сказала, что телефон он не хочет, может он там в другой комнате из соседней кричит, что хочу-хочу, к примеру, да, но вы этого не слышите, не видите, не знаете. Условно. Тут опять-таки другая сторона медали есть о том, что мать, ну, ребенок в том возрасте, в котором он сейчас находится, 8 лет, да, он целиком и полностью зависим от матери даже и потому, что он живет с ней, да, то есть он исполняет по меньшей мере волю матери. Ну, то есть он как губка впитал вот этот негатив, который исходит от нее в мою сторону и, соответственно, встал, ну, поскольку он ее любит, естественно, да, встал на ее сторону. Вот здесь вот ситуация... Роман, на самом деле здесь переплетаются... Петология. Вот хотел сказать, переплетается юридическое положение дел и положение дел, ну, фактическое, жизненное. Почему? Да. Потому что, предположим, вы получили какое-то другое решение суда, по которому, где нет никаких если, желаний и прочего, где четко прописано, там, в понедельник, в 3 часа дня вы имеете право, да, взять ребенка и с ним общаться. Дальше мы приходим к тому, что мама настраивает ребенка против вас. К сожалению, такие ситуации нередки, да. Не всегда это делается, кстати, осознанно, да. Очень часто просто у нее есть свой негатив, ну, и она как-то там в процессе жизни делится этим негативом. Соответственно, дальше ребенок не хочет с вами встречаться. Что вы можете в этой ситуации сделать? По-хорошему, если с точки зрения законного, ни один нормальный, вменяемый юрист вам этого не посоветует, вы можете получить исполнительный лист, как по любому решению суда, пойти к приставу, возбудить исполнительное производство, взять с собой пристава, и в тот самый условный наш понедельник в три часа дня, или во сколько мы там определили, прийти с приставом. Но дальше, как это будет выглядеть? Ну, вошли вы в квартиры, но там находится ребенок, который кричит, орет и говорит, я не хочу. То есть вы сами... Опять психологическая травма. Конечно. То есть вы сами, как отец, не захотите с ним в такой ситуации встречаться, хотя юридически имеете на это полное право. Сразу хочу сказать достаточно важный момент. Некоторое время назад, не так давно, состоялись изменения в семейный кодекс. И там было добавлено две нормы, ну, они, на самом деле, абсолютно идентичны. Одна связана с определением места жительства ребенка, вторая связана с определением порядка общения. То, о чем мы с вами говорим. Именно потому, что такие дела в суде, несмотря на общий срок два месяца с даты принятия иска, что дело должно быть по идее рассмотрено, но такие дела рассматриваются чаще гораздо дольше, потому что нужно и свидетелей заслушать. Нередко требуется психологическая экспертиза и ребенку, и родителям, для того, чтобы вообще понять, с кем жить или с кем общаться и как общаться, не навредит ли это ребенку. И, соответственно, достаточно часто дела слушаются долго. И весь этот период времени ребенок, проживая с одним из родителей, впитывает, как вы правильно сказали, Роман, как губка то, что вот там в семье происходит или с тем родителем происходит. Негатив. И уже после того, как вы отсудитесь, может пройти и год, и полтора, приостанавливается дело на время экспертизы, допустим. Ну, разные обстоятельства бывают. И через вот этот промежуток времени уже ребенок сам с вами не хочет идти встречаться. Именно для того, чтобы таких ситуаций не происходило, по заявлению стороны до принятия решения по делу имеет право суд вынести определение, которое будет действовать, пока вы не закончили суд до момента вступления решения в законную силу. В том числе определение ну, извиняюсь, в тавтологии сейчас получится определение об определении порядка общения с ребенком. На период суда. То же самое касается и места жительства, хотя по практике, конечно, очень сложно добиться, чтобы ребенка передали до решения суда. Это фактически невозможно, на мой взгляд, даже правильно. Но, тем не менее, нужно четко понимать, что такая процедура есть. Что могу единственное нашему слушателю Роману посоветовать в данной ситуации? Взвесить все за и против. Возможно, обратиться в суд, если никак не получается, миром договориться. Но, кстати, вот на примере, который нам Роман сейчас озвучил из своей жизни, я нашим слушателям всем то, что мы с тобой сегодня начали обсуждать, советую всегда сначала постараться так или иначе разрешить вопросы миром. Если это возможно. Если невозможно у вас двоих, допустим, некий конфликт, обратиться к некому посреднику. Сейчас есть такая процедура и медиации в том числе. И, может быть, этот посредник будет пусть не юрист, а пусть это будет какой-то посредник ваш друг, знакомый. Не, но по большому счету эти посредниками должны быть органы опеки и попечительства. Я полагаю, что, может быть, Роман обратится в опеку и попечительство, которое занимается как раз этим вопросом. В законе об опеке и попечительство нет такой функции, да? То есть, по идее, они должны следить за соблюдением права. Но, тем не менее, все равно это же соблюдение прав. Они обязаны... Я нашим слушателям, извиняюсь, опять перебила. Напомню, номер телефона 6510-99-6, код Москвы-495. Две минуты слушаем новости. Возвращаемся на фир. Итак, мы продолжаем обсуждать тему брак и развод. Телефон студии 6510-99-6, код Москвы-495. Также можно на сайте finam.fm, на страничку программы «Формула права» написать ваш вопрос или ваш комментарий, или поделиться вашей ситуацией. Напомню, что мы в прямом эфире. И у меня в студии Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Я хочу немножко резюмировать, Алла, вот то, о чем мы говорили, потому что мы говорили очень много про вопрос, связанные с детьми, потому что их несколько, этих вопросов. И резюмировать, честно говоря, следующим образом. Хотя, наверное, все это знают, но далеко не все так делают. Все-таки детей не использовать в качестве средства шантажа друг друга или средства борьбы с друг другом, некой войны за имущество, за эмоции, за что-то еще, вымещение каких-то, может быть, своих обид, которые произошли в семье. По моей личной практике, если две стороны, плюс-минус, я так условно говорю, но настроены на возможность компромисса, такие дела, такие вопросы рассматриваются и решаются во внесудебном порядке. Это экономит огромное количество, даже я сейчас не про деньги говорю, не про время, кстати. Это экономит огромное количество нервных клеток обеим сторонам. И это экономит, самое главное, конечно, нервную систему ребенку, если честно. Ну, а, собственно, заключить такое соглашение можно, например, соглашение об алиментах или соглашение о месте жительства ребенка и осуществление порядка общения, осуществление родительских прав при раздельном проживании. Добровольно это все можно сделать у нотариуса. Единственное, здесь... Кстати, между прочим, так же, как и разделить имущество можно у нотариуса. Ну, разделить имущество можно и не у нотариуса, да, то, что отвечает. Но мы об этом скажем, потому что как раз у нас буквально 10 минут осталось, у нас сейчас последняя часть программы, и мне хотелось бы поговорить именно о разделе совместного нажитого имущества, потому что огромное количество вопросов возникает именно связано с разделом. В первую очередь мне хотелось бы просто некие базовые моменты нашим слушателям сказать, да, в качестве полезных таких советов, даже не советов, а скорее полезной информации, потому что я хочу напомнить, что делится, да, делится совместно нажитое имущество. А что является совместно нажитое имущество, это имущество, которое возмездно в процессе брака, в период брака приобретено, допустим, одним из супругов. Даже если оно зарегистрировано на имя одного из супругов, оно не перестает быть от этого совместным. Здесь очень важно, что к числу совместно нажитого имущества не относится то имущество, которое получила одна из сторон брака, один из супругов. По безвозмездным сделкам. Это как-то приватизация, наследование, дарение. Ну, три самых ярких, кстати, момента, хотя не исчерпывающий сразу хочу сказать перечень. Но, тем не менее, это имущество, которое, в общем, это приватизированные квартиры, это бесплатная сделка, которые приватизируются одним из супругов и, безусловно, не являются совместным имуществом супруга. Это имущество, перешедшее в порядке дарения одному из супругов и наследование. Вот это вот три основных вида имущества, которые являются личной собственностью супруга и не подлежат разделу по общим правилам. Здесь есть еще один момент, который тоже надо сказать. Исключение. Оно достаточно редкое, но, тем не менее, существует. Особенно это касается даже не квартир. Если говорить об имуществе крупным, недвижимым, то, скорее, это касается загородных участков и, в первую очередь, недвижимости загородных домов. Причем домов, начиная от дачных домиков, небольших. Почему? Потому что один из супругов может получить либо до брака приобрести, это тоже, естественно, несовместное имущество, либо получить, допустим, в наследство, ну, предположим, некий дачный домик. И, соответственно, у нас получается такая история, что полученное это имущество не является совместно нажитым по окончанию брака, если он будет прекращен, допустим, будет развод, его нельзя поделить. Но оно в случае невозможно будет поделить, если вместо того, что было получено в дар или там перешло в порядке наследования, или было получено до брака, если это имущество сохранилось практически в том же виде. Но если это имущество превратилось, участок превратился, голый участок превратился в райский сад, а из какого-то там домика, если горького на дне, вырос огромный красивый новый дом, то, безусловно, в период брака оба супруга вкладывали туда совместные... Произвели капитальные вложения. Да, произвели капитальные вложения, и это все влечет признание этого имущества совместным и разделу. То есть здесь, что хотелось сказать нашим слушателям, даже если имеется имущество, которое изначально не является совместно нажитым, но по факту в него производятся капитальные вложения, которые сильно меняют его значительным образом стоимость в данной ситуации, которую мы рассмотрели, ну, мы, конечно, утрировали все, да, про райский сад и домик из куриных ножек на куриных ножках, соответственно, в некий новый современный коттедж, но, тем не менее, да, вот такое имущество уже становится совместным, потому что те вложения, которые в это имущество производятся в период брака, они являются значительными по сравнению, допустим, даже с первоначальной стоимостью, и такое имущество можно поделить. Поэтому эту информацию я хотела сказать нашим слушателям, просто чтобы было четкое понимание, что из каждого правила есть исключение, каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. И вот с совместным нашим имуществом тут масса достаточно сложных вопросов, одним из которых является как раз вот этот, вроде бы как, на первый взгляд, делить нельзя, а как начинаешь разбираться, а что это было, а чем это стало, каким образом все это производилось, соответственно, понимаешь, что можно это имущество в том числе и поделить. Ну вот смотри, Алла, какие наиболее частые вопросы, связанные с разделом имущества, у тебя в практике? И часто ли, кстати, сразу хочу сказать, заканчиваются мировыми соглашениями или во внесудебном порядке? Ну, по-хорошему, по-хорошему вопрос очень частый, дел рассмотрено много, и в качестве адвоката участвовало в большом количестве дел, наверное, так же, как и Анастасия. Практика, на самом деле, вот если люди вменяемые, если люди, в общем, понимают, что они хотят и что они могут получить по закону, по решению суда и по мировому соглашению, то, как правило, дела перерастают в заключение мирового соглашения, хотя дела бывают длительные, дела бывают с экспертизами, с оценками, но, тем не менее, поскольку законом предусматривается каждому супругу по одной-второй доле от всего имущества, ну, с учетом интересов несовершеннолетних детей, ну, тем не менее, эти интересы, как правило, в общем, они достаточно как-то не сильно учитываются при разделе судом, и получается имущество, как правило, по решению суда в долях, то есть есть какие-то, предположим, есть квартира, есть участок, есть там дом, и суд... Все пополам. Все пополам, да, одна-вторая доля квартиры, одна-вторая доля дома, одна-вторая доля участка, и, безусловно, при том, что у родителей, у бывших супругов не всегда хорошие отношения, безусловно, таким образом пользоваться имуществом, ну, практически бывает нереально. Не пользоваться, не продать нормально, с огромной только потерей в цене. Ну, если долю продавать, безусловно, поэтому в конечном итоге, когда, ну, затеваются такие дела о разделе имущества, ну, очень часто они заканчиваются мировыми соглашениями, в котором... Один берет целиком одну, другой другой, или деньги какие-то... Да, одному квартира, другому там дача, третьему там... то есть третьего уже нет, там супругов всего двое, но, тем не менее, одному... то есть они получают имущество целиком, и поэтому у них дальнейшее пользование этим имуществом, оно осуществляется уже без всяких помех и ограничений. Я, кстати, Алла, хотела для наших слушателей сказать по поводу третьего. Ты говоришь, ты сказал немножко про детей, краткую ремарку сделала, я более подробно хотела остановиться. Во-первых, хотела сказать, что дети не участвуют в разделе, то есть в тот момент, когда семья супруг и супруга, либо бывший супруг и супруга, делят между собой имущество. Это, кстати, можно тоже нашим слушателям сказать, что можно поделить имущество вообще не расторгая брак, просто находясь в браке, поделить имущество и жить браком же дальше, да, и можно это сделать даже в суде, это закон не запрещает. Ну, а как правило, по практике, конечно, вопрос ставится либо вместе с расторжением брака, либо после. В течение трех лет. Это сейчас остановимся, да, срок исковой давности очень важен. Но про детей хотел сказать. Дело в том, что дети непосредственно сами по себе не принимают участие в разделе совместного имущества, то есть им в собственность от раздела имущества не перейдет ничего, за единственным исключением, если супруги так сами решили, потому что очень часто мировые соглашения, особенно когда имущество не одно, а несколько видов различных имуществ, предусматривают, что каждый из родителей что-то переводит своему ребенку, да, то есть они не друг другу отдают как бы имущество, а отдают ребенку. Это не противоречит закону. Но на самом деле законом и предусмотрено, что если ребенку оба родителя что-то подарили, то это считается ребенком. Это имущество считается или денежные средства считаются имуществом ребенка и не подлежит дальнейшему разделу. То есть если в дар передано ребенку, то это уже... У нас просто буквально три минутки, Алла, мне хотелось еще несколько моментов сказать именно про раздел имущества. По поводу детей. Единственное, что при разделе имущества суд может отступить от принципа равенства долей в пользу того супруга, с которым проживает несовершеннолетний ребенок или дети. Но происходит это, как правило, не за счет недвижимого имущества. Вот у меня в руках и по делам, которые я вела, ни разу не было ни одного решения суда, в котором бы не пополам поделили недвижимость, если без мирового соглашения. А вот если есть у одного машины 100 рублей, а у другого 120, например, и у супруга, который с ребенком остался более дорогой автомобиль, то вот эти 20 рублей, они не делятся, и 10 рублей никто никому до равенства не выплачивает. Это списывается на ребенка. В этом учитываются интересы ребенка. Да, списывается на ребенка. И вот еще один момент, который тоже мы сейчас краем пробежали, но он очень важный, и мне очень хотелось бы нашим слушателям этот момент сообщить именно по поводу срока исковой давности. Я хочу напомнить, что существует такое понятие, как срок исковой давности. Это срок, в сечение которого государство гарантирует гражданину защиту его прав в судебном порядке. Этот срок по делам о разделе совместного нашего имущества составляет 3 года с датой расторжения брака. Соответственно, если некая пара расторгала брак, кстати, дата расторжения брака считается, либо, у нас он когда расторгнут, если он вовне судебном, через ЗАГС порядки расторгается, это как по обоюдному согласию при отсутствии несовершеннолетних детей, то с момента, соответственно, записи в органах ЗАГС, и это все указано у нас в свидетельстве о расторжении брака, если мы говорим о судебном расторжении брака, то с момента вступления в законную силу решения о расторжении брака, даже если вы еще не дошли до непосредственно ЗАГС и не получили это свидетельство. Вот начиная с этой даты, 3 года, это срок, в течение которого срок исковой давности. По идее, этот срок, я уже так телеграфным стилем говорю, у нас буквально полтора минуты Алла, поэтому я тебя и немножко перебила, этот срок может быть применен только в суде и только по заявлению страны в споре, этот срок может быть восстановлен в случае, если причины его пропуска суд признает уважительными, но рисковать никогда нельзя, и по большому счету ни в коем случае нельзя, вот на мой взгляд, затягиваться с рассмотрением имущественного вопроса, во-первых, потому что если вы пропустите срок, у вас нет никакой гарантии, что суд вам этот срок восстановит, потому что если не восстановлен срок, и он пропущен, срок исковой давности, это очень важно, выиски могут отказать только на основании пропуска срока исковой давности. Не будут разбираться, есть ли у вас право или нет, наделешь имущество, вы можете банально проиграть дело, только потому что пропустили срок. Это очень и очень важный момент. Ну и, собственно говоря, есть второй момент, когда есть имущество, которое, по идее, вроде бы там где-то виртуальная ваша часть есть, но зарегистрирована она при этом на вашего, допустим, супруга или супругу в данной ситуации, существуют способы, при которых можно этим имуществом распорядиться, и когда вы это дело уже в суде инициируете, в этот момент имущество будет уже 25 раз перепродано, и вы будете долго и упорно в суде пытаться истребовать его, и разыскивать, и, в общем, и люди могут здесь пострадать. Достаточно сложный вопрос. Итак, я напомню, что обсуждали мы сегодня брак и развод. У меня в студии была Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Каждый четверг с 11 до 12 формулы права в прямом эфире. Ну а на сегодня мы прощаемся. Спасибо вам. Услышимся в следующей программе. Услышимся в следующей программе.